Собравшиеся на городской сессии депутаты рассмотрели пять вопросов. Основной – об утверждении главного финансового документа бюджета Лобинского городского поселения на 2013 год. С докладом выступил начальник финансового управления Дмитрий Шараускас. Общий объем доходов в сумме 122 миллиона 131,2 тысяч рублей. Общий объем расходов в сумме 122 миллиона 131,2 тысяч рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Лобинского городского поселения на 1 января 2014 года в сумме 31 миллион рублей. В том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей. Дефицит бюджета Лобинского городского поселения также в сумме 0 рублей. Бюджет был утвержден единогласно. Мы довольно подробно и на публичных слушаниях, и на заседаниях комитетов говорили о сложности бюджета. О тех объективных, субъективных причинах формирования его доходной части. Тем не менее, бюджет должен быть принят, что мы сегодня сделали, потому что исполнять полномочия без бюджета, без расходных обязательств невозможно. Мы не раз еще будем в течение года будущего возвращаться к нему, вносить поправки. И дай бог, чтобы поправки на увеличение доходной и расходной части, но никак не на проведение секвестирования. Также на заседании депутатов утвердили индикативный план социально-экономического развития Лобинского городского поселения на 2013 год и на период до 2015 года. О нем сообщила Дарья Краморова. Экономическая ситуация в городе в среднесрочной перспективе по прогнозным оценкам будет складываться следующим образом. Промышленность. В целом промышленное производство Лобинского городского поселения представлено по видам экономической деятельности, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, производство, передача и распределения электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в 2012 году составит по оценке 5 миллиардов 430 миллионов рублей, превысив уровень 2011 года на 7,8 миллионов рублей. В 2012 году фонд заработной платы составит 3 миллиарда 602 миллиона рублей, что на 11,3% больше, чем в 2011 году, а в 2013 году составит 10,4% и составит 3 миллиарда 976 миллионов рублей. К концу прогнозируемого периода фонд оплаты труда возрастет по сравнению с 2011 годом на 45,5%. На сессии также утвердили план работы Совета Лобинского городского поселения. Сюда вошли пожелания в течение года рассматривать вопросы эффективности участия в краевых целевых программах. Будут рассмотрены три программы. Капитальный ремонт и ремонт аварийных дорог местного значения, развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края в Лобинском городском поселении и развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы. Вне повестки дня выступила Светлана Кильдюшева. Она сообщила присутствующим о проведении краевой благотворительной акции «Новый год приходит в больницу». Любой неравнодушный человек может прийти в семейный гипермаркет, находящийся по адресу улица Карла Маркса, 190, снять с елки желание открытку и исполнить небольшое желание ребенка. Стоимость подарка, она где-то в среднем получится, где-то 300 рублей на ребенка. Значит, мы учли, что там есть среди детских товаров сладкие подарки, это развивающие игры, это книги, это мягкие игрушки. Открытки с пожеланиями на елке оставили дети, находящиеся на лечении в ЦРБ, сироты, воспитанники детского дома и дети-инвалиды. Всего 701 ребенок. Вручить подарок можно будет и через волонтеров, находящихся в магазине, и собственноручно, приехав по указанному адресу.